Добрый вечер! Мы, как всегда, с молитвой продолжаем изучение пророков. Мы с вами находимся в книге Шмуэль, Шмуэль Алиф, которая рассказывает, как вы помните, о становлении царства, о возвращении пророчества к становьям Израиля, объединении государства не только с точки зрения его границ, с точки зрения единства колен, но и с точки зрения духовной. Центральная фигура книги, как нетрудно догадаться, пророк Шмуэль. В Баба Батре говорится, что он же и автор ее основной части, как мы с вами говорили. Скорее всего, пророк Натан дописывал те моменты, которые рассказывают о времени после смерти Шмуэля. И если мы пытаемся представить себе Шмуэля, заглядывая вперед, пытаясь взглянуть как бы на, так сказать, объемно на его облик, то у нас вырисовывается центральная фигура нашей истории. Шмуэль, мы знаем, что день его смерти 28 число месяца Иара. 28 число месяца Иара – это праздник День Ирушалаема, к которому, может быть, скоро подойдем, дай Бог. И это праздник победы в шестидневной войне, когда к нам вернулся Ирушалаем в его целостности, вернулась храмовая гора. О том, что мы с этим сделали – это другой вопрос. И 28-е Иара – день, то, что называется Йорцет Шмуэля пророка. И это не случайно. Шмуэль помазал на царство двух царей. Он помазал Давида, который завоевал Ирушалаем. А до того, как еще Давид стал царем, он, убегая от Шауля, сидел вместе с пророком, и они выясняли вместе с ним детали храма, который должен будет быть построен в Ирушалаеме. И они вместе нашли то место, где должен быть храм. Это Шмуэль – величайший пророк, величайший политический деятель, величайший вдохновитель войска. И вот мы с вами, представив так немножко, отойдя как бы в сторону, взглянув на его фигуру объемно, мы продолжаем с вами изучение книги Шмуэля. Мы помним, что первая глава нам рассказывает о Эль-Кана, который проходил по всем, по всем, по многим городам и селениям в Израиле, призывая подниматься в Мешкан. И у него две жены – Хана и Пнина. Хана в один из приходов в Мешкан молится о том, чтобы Всевышний дал ей сына. Мы с вами представляем, что это день переломный нашей истории, когда приходит весть о гибели Шимшона – величайшего человека, мудреца, воина, который мог поднять и возвысить весь народ, но народ за ним не пошел. И, если так можно сказать, нужно искать альтернативу. И вот женщина Хана, которую можно было бы назвать простой, она чувствует этот момент, чувствует, что для народа нужен какой-то выход, и она представляет себе, что если сила, данная одному человеку, такая высокая и большая, что он мог один побеждать, и только нужно было его поддержать и подняться за ним, если эта сила, так сказать, не сработала, то нужен Пророк. Пророк, который возвысит дух всего народа. И о таком Пророке она молится, чтобы у него родился сын, который мог бы стать руководителем, духовным руководителем, вдохновителем всего народа. В это время в Мишкане первосвященник Ильи, после гибели Шемшона, он становится руководителем, он становится судьей сыновей Израиля. И это происходит как бы само собой. Вот чувствуется, что Мишкан должен быть таким объединяющим моментом для всех сыновей Израиля. Идет поиск духовности более близкой, чем Шемшон, более понятной, скажем, более ярко выраженной, чем Шемшон, более понятной для людей. И это Мишкан, это божественное присутствие в Мишкане. И, как мы помним с вами, у Ханны рождается сын, и она его приводит, как и обещала, в Мишкан Кили. Как она сказала, что она посвятит его Богу в том смысле, что все его время от самого его рождения будет направлено на духовное возвышение, на то, чтобы он стал пророком, на то, чтобы он стал мудрецом Торы. И она приводит маленького Шемуэля, приводит его к Илли. Илли, естественно, принимает ребенка и готов, чтобы он рос с Мишканом. Шемуэль в это время два года, но, видимо, развитие людей происходило как-то по-другому. В очень раннем возрасте человек уже обладал каким-то сознанием. Может быть, Шемуэль был особым ребенком, как бы сегодня сказали, вундеркином, вундеркиндом. Но, так или иначе, когда он попадает в Мишкан, становится учеником Илли, ему всего два года. Откроем с вами вторую главу и постараемся погрузиться в нее. Здесь, прежде всего, дается молитва Ханы, когда она приводит Шемуэля в храм. Если до сих пор можно говорить о том, что Хана… Одну секунду, сейчас мы сделаем все четко. Так. Вот. Если до сих пор можно было говорить, что на Хане пребывает Божественный Дух, то теперь, скорее всего, не скорее всего, а точно, она возвышается до пророческого уровня. И почему? Она говорит Всевышнему песню за произошедшее чудо. Сыновья Израиля всегда обращались ко Всевышнему с песню, когда происходило чудо. Человек, для которого Всевышний сделал чудо, он должен на том месте, где произошло это чудо, он должен сказать благословение Всевышнему, благословен Всевышний, который сделал для меня чудо на этом месте. Однако Хана, она поднимается, идет несколько дальше, она чувствует ответственность за весь народ, она чувствует связь через свою душу, чувствует связь со всем народом, и она поет песнь Всевышнему пророческую, подобную той, которую спели сыновья Израиля, став свидетелями чуда на море, гибели египтян, своего спасения прежде всего. И они произнесли песнь Всевышнему. И она предсказывает пророческим взглядом в этой своей молитве многие моменты нашей истории. И можем мы с вами продвинуться по тексту. И молилась Хана и говорила, возликовало сердце мое в Боге, вознесся рог мой, поднятый Богом, открылся широко рог мой в крики на врагов моих, ибо возрадовалась я спасению. Если бы все сказано в этом стихе, человек относил к самому себе, то это свидетельство его гордыни и высокомерии. Но эти качества не могут быть присущи праведнику, как сказали наши мудрецы, что с гордецом говорит Всевышний «Я не нахожусь в одном месте», так сказано в трактате Сутта. И Хана, видя в рождении сына, начало спасения всего народа, не свое личное дело, не избавление от своего личного горя, личного недостатка, когда она не может родить ребенка. Она видит чудо, произошедшее со всем народом, появление такого человека, на котором будет пребывать божественный дух. Она благодарила Бога за чудеса, которые произойдут в будущем, при освобождении сновей Израиля от всех притеслителей. И она говорит, что сердце ее ликует, потому что чудо вошло в ее жизнь. Человек, ставший свидетелем или участником чуда, испытывает естественную потребность выразить свой восторг и отблагодарить Всевышнего. Так было и с Мирьям, как мы помним, на море Сув, когда она взяла свой бубен и начала петь песню. «И вознесся рог мой, поднятый Богом», говорит Хана. Рог – это образ силы и достоинства. И так же говорится в Таилим, о человеке, которому Бог дал превозмочь многочисленных врагов, говорится, поднял, как у дикого быка, рог мой. Это 92-й псалом. И говорится о том, что рога злодеев будут обрублены, все рога злодеев обрублю, подниму рога праведника. Так говорится в 75-м псалме. Мы видим, что потом Давид пользовался образами пророчества Хана очень плотно. Ну, можно сказать, что это и в Торе еще такой образ возникает. Рог как сила, благородство, достоинство. «И открылся широко рот мой в крики на врагов моих». Хана сравнивает свою радость с восторгом воина, который победил. Он кричит, может быть, он кричит еще и перед битвой, для того, чтобы устрашить врагов. Может быть, это более здесь правильное сравнение. Воин кричит перед битвой, устрашая врагов, но он уверен в своей победе. «Ибо возрадовалась я спасению твоему». Восторг, Ханы, радость — это не только ее личная радость, это восторг предстоящей победы, которую она предвидит, предчувствует, предстоящей победы сыновей Израиля. Так что было бы совершенно неправильно воспринимать ее молитву как песню победы над Пниной, у которой было десять детей, которая постоянно упрекала и, можно сказать, дразнила Хану тем, что у нее нет детей. Совершенно нет. Она пророчится, она поднимается до пророческого уровня и говорит о спасении всего народа через того сына, который родился у нее. «Нет святого, как Бог, ибо нет никого, кроме тебя, и нет оплота, как всесильный наш». Святость — это отделенность. Отделенность от мира, непостижимость также может быть связана со святостью Бога. Святость Бога — она особая отделенность, но она никогда не бывает полной, абсолютной. С одной стороны, Бог отделен, а с другой стороны, Бог присутствует в этом мире. Можно подчеркивать ее святость, но тогда нужно сказать, что в мире нет ни одного места, на которое можно было бы указать пальцем и сказать «Бог здесь», потому что Он свято отделен от мира, а с другой стороны, в мире нет ни одного места, на которое можно было бы показать пальцем и сказать «здесь Бога нет», Потому что божественное присутствие, ощутимо оно или нет, оно есть всегда и повсюду, и Бог управляет миром, если так можно сказать, в любой его точке. Нет святого, как Бог. Произошло чудо, которое выше понимания, и хана подчеркивает святость Бога. Не умножайте речей, говорят свысока, надменно, выйдет дерзость изо ртов ваших. Так обращается хана ко всем людям, которые не верят в чудо, и прежде всего к народам мира, которые считают, что сыновья Израиля никогда больше не поднимут голову. Ибо поверитель всех помыслов Бог, и им определено все, что случается. Бог определяет пути мира, ведет еврейский народ к возвышению и к раскрытию божественного присутствия через него. Луки силачей ломаются, а споткнувшиеся припоясываются силой. Мы знаем, что на войне случаются неожиданности. Хана говорит, что это от Бога. Луки, направленные на сыновей Израиля, сломаются, а те, кто уже собирался бежать и отступал назад, и споткнулся, они встанут, воспрянут духом и вновь вступят в бой. Сытые за хлеб нанимаются, а голодные перестали страдать от голода. Хана говорит о том, что в мире все меняется очень-очень быстро, и неожиданно происходят чудеса в мире людей. И люди, которые считали, что они богаты, они начинают работать за кусок хлеба, попадая в такую ситуацию и обстоятельство. А голодные перестают страдать от голода, они становятся людьми, у которых есть достаток. Конечно, в этом можно видеть не только сытых и голодных, но и людей, которые были унижены, которые не имели никакого влияния в обществе, они возвышаются, а те, кто стоял высоко, они становятся людьми нуждающимися. И все, все дела Всевышнего направлены на то, чтобы построить справедливые общества, поднять праведников, чтобы они вели за собой народ. Не те люди, которые не способны управлять народом, а праведники, люди праведные, достойные, вели бы за собой народ, побеждая врагов и возвышая его духовно. Бог лишает жизни и оживляет, опускает в шеоль, можно сказать, в могилу и поднимает. Бог делает нищим и дает богатство, унижает, но и возвышает. Восстанавливает из праха неимущего, из отбросов нищего поднимает, чтобы посадить с людьми уважаемыми, и место почетное дает в уделом. Ибо у Бога опоры земли, основал он на них вселенную. Ноги людей благочестивых своих будет он оберегать. А злодеи в темноте пропадут, потому что не силой одолеет человек. Ханнов подчеркивает то, что много раз подчеркивают пророки, не силой, не мощью, а только духом моим, говорит Всевышний. Прежде всего, дух Всевышнего побеждает, и на это рассчитывает Ханнов. Да, Всевышний делает все. Он может сломить врагов, обратить их в бегство, но для этого нужна духовная высота. Кто-то должен возвысить духовно народ и надежда, надежда на родившегося сына Шмуэля. Бог сломлен, и будут враждующие с ним, с царем сыновей Израиля. Ради него с небес прогремит Бог, будет судить до краев земли и до силы царю своему, и возвысит рог помазанника своего. Здесь помазанник – это пророк. Надо обратить внимание, что слово Машриах, появляющееся здесь в первый рах, в первый раз означает пророка, потому что царь упоминается отдельно, а вот помазанник упоминается отдельно. Мы видим, как бы она определяет будущее, она чувствует, она понимает родившегося ребенка и видит его путь. Дело в том, что Шмуэль не раз будет спасать сыновей Израиля не силой оружия, а своей молитвой, в ответ на которую Всевышний даст силы царю, и это и Шаулю сначала, а потом Давиду, и возвысит рог помазанника своего, возвысит, даст силы своему пророку. Всевышний погонит врагов от сыновей Израиля только благодаря молитве Шмуэля, когда даже еще не успеют обнажить оружие, уже филистимляне побегут. И пошел Элькана в раму, в дом свой, а юноша служил Богу перед лицом Ильи Когена. Очень непростая ситуация, когда человека оставляют в мешкане, оставляют у Когенов, а семья, отец и мать уходят домой. Это может отрицательно повлиять на ребенка, ведь ничто не может заменить первые годы, когда ребенок живет с ощущением ласки, тепла, любви в семье, и даже окрик и наказание, они воспринимаются как исходящие от людей, которые проявляют большую любовь к тебе. А здесь его сдали как бы человеку, очень достойному, очень духовному, но все же это не мать и не отец. Но мы увидим с вами, что и Элькана, и Хана будут навещать его в Шило, и будут стараться дать ему почувствовать, что их любовь не ослабла, и это, конечно, повлияет на характер Шмуэля. Он вырастет человеком чувствительным, не только понимающим общие проблемы народа, но и чувствительным каждому и каждому человеку к его проблемам, чувствующим сердце других людей. Это благодаря Элькана и Хане, потому что, как мы увидим, Эльи сам по себе был человеком довольно жестким, неплохим, нежестоким, но жестким. И вот дальше начинаются разговоры. Сыновья Эльи, люди без трепета перед ними сами, не знали Бога. В Мешкане господствует атмосфера совершенно непонятная и необычная для самого Мешкана, для дома Бога. Первым первосвященником, как мы помним, в пустыне, был Аарон брат Маше. Задача первосвященника – молиться Всевышнему и служить в храме. Для чего? Для того, чтобы установить мир между небесами и народом. А это невозможно сделать, если не установить мир внутри самого народа. Поэтому в Перке Абот и говорится, что будь из учеников Аарона, люби мир и преследуй мир, как бы гонись за ним, то есть прикладывай условия. Говорится, что Аарон, может быть, это некоторый такой образ, некоторая года такая схематическая, несколько, но тем не менее она дает понять задачи перед священником. Говорится, что Аарон приходил к одному человеку и говорил о том, с кем он поссорился, что тот, его обидчик, скажем, он очень сожалеет о ссоре. Затем он шел к другому, к противоположной стороне об этой ссоре и говорил то же самое. Так он мирил людей. И Аарон был близок к народу, он был пророком еще в Египте. Он обходил сыновей Израиля, находившихся в тяжелейших условиях, в условиях рабства, старался поддержать их и вдохнуть в них дух, надежду. Это задача первосвященника. А здесь мы видим, что Или несколько, или даже, можно сказать, совсем отошел от такого понимания первосвященника, как человека, служащего такой центральной точкой, точкой связи между Всевышним народом и между всем народом. Это произошло и благодаря самому Или, его пониманию, Мишкана не совсем верному или, скажем, подчеркиванию того, что не стоило бы ставить на первое место. Естественно, естественно, что, и мы понимаем, что это не только благодаря Или, и, может быть, в первую очередь, не благодаря Или, а под влиянием его сыновей, но, тем не менее, сыновья, они же тоже как-то восприняли учение своего отца. И сейчас мы посмотрим эту обстановку Мишкани, но прежде всего скажем с вами, что Мишкан, храм должен лишь внушать трепет. Человек должен испытывать трепет, когда он входит в Мишкан. В трактате Брахот описывается целый ряд законов, целый ряд запретов, которые человеку не следует нарушать на территории храма. Храма еще нет, как мы понимаем, но Мишкан стоит, и он по своим законам, Мишкан вшилло, по своим законам, такой же, как храм. И главное, нельзя вести себя легкомысленно, нельзя вести себя легкомысленно. Человек должен испытывать трепет перед этим местом. Так вот, сыновья Или решили, что прежде всего сыновья Израиля, которые приходят в Мишкан, в котором они не были много лет, и они как бы, они виноваты в том, что они не были в Мишкане, и они утратили чувство, чувство святости Мишкана. Вот они сейчас приходят, у них понятие Мишкана, оно ушло из жизни. Они забыли, что такое отделение десятой части для левитов, трумы для когенов, что такое принесение даров Мишкан, чтобы в нем постоянно служили, приносили жертвы, и они считают, что прежде всего нужно у сыновей Израиля пробудить трепет перед Мишканом. А как пробудить трепет? Они хотят, чтобы люди видели когенов, которые являются здесь хозяевами, что они сыновья Израиля, они не хозяева, они забросили Мишкан, они не хозяева, они должны испытывать трепет, трепет перед Мишканом. Трепет перед Мишканом можно испытывать только, испытывая трепет, или, скажем, прежде всего, испытывая трепет перед Когенами. Так они понимают это. Нужно сказать, что сыновья Ильи, Хофни и Пенхас ни в коем случае не являются злодеями, такими чистыми, откровенными злодеями. Ни в коем случае Тора очень часто подчеркивает грехи праведных людей. И для того, чтобы мы понимали их значение в духовном мире, их тяжесть, такой вес отрицательную, может быть, тяжесть, если так можно сказать, отрицательное значение в духовном мире, Тора подчеркивает ошибки, недостатки праведников. Так происходит и с Маше, так происходит и с Аароном, и с тем же Давидом, рассказывая, к которому мы приближаемся. Тора говорит суровыми словами с Рубеном. Если мы помним с вами рассказы с Тора Рубеном, сыном Якова, подчеркивается отрицательная сторона, потому что это праведники. И еще потому что значение их ошибки, влияние их ошибки на всю последующую историю сыновей Израиля, оно колоссально, колоссально отрицательно. И поэтому праведные люди выставляются в таком свете, якобы они совершили настоящее злодейство. Но у нас есть комментарии, мы должны обязательно представлять себе истинную пропорцию поведения, поступков человека. В Геммаре, в трактате Шаббат говорится, что всякий, кто говорит, что Пинхас и Хофни согрешили, он ошибается. То есть, так же говорится и о самом Давиде, если вы помните. Это высказывание имеет такой, скажем, его можно понять таким образом, что, безусловно, Хофни и Пинхас, Пинхас и Хофни согрешили. Безусловно, ты не можешь сказать, что они поступили правильно и сделали все правильно. Это нельзя сказать. Но когда ты говоришь эту фразу, Хофни и Пинхас согрешили, ты ошибаешься. Почему? Потому что человек должен понимать, что он говорит. И для этого нужно понимать истинный смысл их поступков. И если ты не понимаешь, не говори. Лучше сначала разберись. А когда ты разберешься, у тебя не будет такого желания выносить короткий приговор, короткий вердикт Хофни и Пинхас. И вот, представив себе ситуацию в Мешкане, которая во многом, она, скажем, не способствует тому, чтобы сыновья Израиля приходили туда, Эль-Канас старается изо всех сил собрать народ, привезти его. Он и уговаривает людей, которые ему говорят, что Каэны ведут себя надменно в Мешкане. Он уговаривает не обращать внимания. Он говорит то, что сказано в Торе, и придешь туда к суде, который будет в то время. Что значит к суде, который будет в то время? И к Каэну, и к суде, который будет в то время. Что в каждое время есть свои руководители, у них есть недостатки. Если мы из-за недостатков руководителей не будем приходить в храм, в Мешкан, так он вообще будет стоять пустой, потому что идеала не бывает. Наша задача – приходить в Мешкан для того, чтобы божественное присутствие опустилось на землю, опустилось к сыновьям Израиля и помогло нам исправить все недостатки. Это примерно то, что говорил Эль-Кана людям. А сыновья Ильи отталкивали своим поведением от Мешкана. А сыновья Ильи – люди без трепета перед небесами, не знали Бога. Опять же, мы должны сказать, что это как бы такая завышенная оценка их поведения, или можно было бы сказать, заниженная, если так можно сказать. То есть берется гораздо более строгий суд, чем, или, скажем, подчеркивается отрицательная сторона. Говорится о них то, что на самом деле и не было. Как можно было воспринять их поведение со стороны? На самом деле у них этого не было. Люди без трепета перед небесами ни в коем случае. А у них есть трепет перед небесами. Но они ведут себя по отношению к людям так, как будто у них нет трепет перед небесами. Не знали Бога. Это то, что люди могли бы сказать о них. Это люди, которые не знают Бога, если они так себя ведут. Бог, они не ощущают Его присутствия. Они не боятся Его суда. Так могли сказать люди. Но это не истинное как бы состояние Хофтни и Бинхаса, несостояние их души, что они просто пренебрегают Всевышним, Его законами, Его повелениями для Когенов. А закон Когенов в отношении с народом таков. Каждый человек приносит жертву. И приходит юноша Коген, когда сварится мясо и трезубая вилка в руке его. Мы знаем, что жертвы в мешкане, в храме, они держатся на жертву Всесожжения и на мирные жертвы. Жертвы Всесожжения, они полностью сжигаются на жертвеннике, когда нам достаются рога, копыта и шкура животного, а все остальное сгорает на жертвеннике. Мирная жертва, она символизирует возвышение человека, который как бы посвящает себя целиком Всевышнему. Мирная жертва, у нее другая идея, она такова. Идея мирной жертвы такова, что как бы человек садится за стол со Всевышним. Эта идея более высокая, чем просто как бы посвятить себя полностью, отказаться от материального мира, целиком возвыситься, возвысить себя. А вот ощущать Всевышнего все время в этом мире, ощущать его в своем доме, пребывая в святости, ощущать его повсюду. Эта идея гораздо более высокая, и она соответствует мирной жертве, которая называется шламин. И вот здесь говорится о принесении мирной жертвы. Мирную жертву ест сам хозяин. Голень, грудина, правая голень, грудина отдаются когенам. А остальное человек ест вместе со своей семьей в Ирушалаиме. Это было в пределах стен Ирушалаима. В мешкане шило, говорится, что в пределах видимости мешкана можно было есть жертву. И человек ест эту жертву семьей, предварительно отдав части этой жертвы когену. Когену отдавали чаще всего не сырое мясо, а отдавали мясо, которое уже приготовлено и годится для еды. Так что, сварив в котле, отрезали правую голень, скажем, правую голень и грудину отрезали для когену, уже готовую. И вот мы представляем себе, что люди вокруг мешкана, они сидят в кругу семьи в чистоте, возвышенной. Они готовят жертву для того, чтобы съесть ее по всем правилам. И да, для них это не только трапеза, не столько трапеза, как духовное возвышение. И вот приходит коген, юноша коген, слуга из когенов, когда сварится мясо, и трезубая вилка в руке его. И он эту вилку тыкает, и втыкал он вилку, втыкает, и втыкал он вилку в мясо, готовившееся в чане, в котле, в кастрюле или в горшке. Здесь не случайно перечисляются сосуды, потому что мы видим, что они как бы все меньше и меньше. Сначала этот чан большой, котел может быть чуть поменьше, кастрюля еще меньше, а горшок, он может быть совсем маленький. Неважно, он свою большую трезубую вилку втыкает в горшок. По закону человек должен сам принести когену. И уже коген может есть эти части жертвы только то, что после того, как части животного, которые должны быть сажены на жертвенники, они уже сгорели на жертвенник. Мы помним, что это есть печень, есть надпечечник, скажем, надпечечник, внутреннее сало, почки. Это то, что приносится на жертвенник. В скобках можно сказать, что на жертвенник приносится все то, что является как бы символом дурного начала. Это и есть жертва человека Всевышнему, его стремление отказаться от дурного начала и возвыситься. Здесь речь идет о мирной жертве, и поэтому мы говорим, что ее смысл, как бы значение, оно выше, чем жертвы всесожжения, когда человек просто как бы не разбирает, все отдает Всевышнему просто полностью. Считается, что человек не ангел, он должен оставаться в материальном мире. Его моменты возвышения, такого полного посвящения во Всевышнему, Всевышнему они должны быть продолжительными очень. Это может быть Йом-Кипур, может быть какое-то время, но в принципе человек должен идти по жизни и оставаться высоко духовным. Это вот смысл мирной жертвы. И уже только после того, как на жертвеннике сгорели части жертвы, которые там должны сгореть, и когда человек сам принес Кагену эту жертву, части жертвы, которые полагаются Кагену, после этого Каген может есть. Здесь никто не разбирал. Вилку втыхали в сосуды, неважно, большой, он или маленький. В скобках можно заметить, что когда производились раскопки в шило, то было найдено вокруг множество разбитых, как бы понятно, специально разбитых от удара, кувшинов, глиняных кувшинах. Дело в том, что мирная жертва, которая приготовлялась в глиняном кувшине, глиняным кувшином нельзя было дальше пользоваться. Его можно было только разбить, потому что как бы часть, скажем, жертвы, то есть что-то от жертвы, пусть даже совсем немного, впитывалось в стенки сосуда, и это нельзя было вычистить, нельзя было вымыть, и поэтому сосуд нельзя было уносить из шило, и нельзя было им пользоваться для будных с них целей, потому что там его стенки как бы впиталось мясо жертвы, пускай небольшие крупицы, но это произошло. И поэтому сосудом нельзя пользоваться. Его разбивали там в шило. Множество разбитых сосудов в шило были найдены. Можно попробовать поднять с вами иллюстрацию. Вот это раскопки в шило, это целые сосуды, в которых мы видим, что это сосуды для вина. И было найдено множество сосудов для вина, которые не использовались для служения в мешкане. А мы говорили о сосудах, которые приготовляли мирную жертву. И делали, как прежде, чем вы скуряли внутренной жир. То есть мы говорили с вами, внутренной жир – это часть, одна из частей, которая должна сгореть на жертвеннике. Раньше, чем вы бросали внутренной жир на жертвеннике, приходил юноша Каген и говорил человеку, приносившему жертву, дай мясо, чтобы поджарить для Кагена, и не возьмет у тебя мясо вареное, а только сырое. Ну, дай мясо, мы приготовим его так, как нам лучше, так, как нам больше нравится. И говорил ему человек, вознесут, воскурят сегодня же внутренной жир. Рыбери тогда себе, сколько твоя душа пожелает. Люди, приходившие в храм, мы видим, они отличали, и большинство из них грамотности. Они спокойны и вежливо говорили Кагену, надо соблюдать закон. И говорил ему, вот сейчас ты дашь, а если нет, возьму силой. То есть мы видим, что тот порядок, который были в Мешкане, был направлен на то, чтобы Ильи был судьей, был царем, перед которым трепещет, которому боятся не повиноваться, и видят, что ему нельзя отказать ни в чем. Это царская власть, которая распространяется на весь народ. И был грех этих юношей велик очень перед лицом Бога, ибо становилось неприятным для этих людей, приходивших в Мешкан, приношение Богу. А люди переставали приходить в Мешкан, как мы с вами говорили. То есть обратное действие тому, что старался сделать Ильканал, он старался привлечь людей к Мешкану, для того, чтобы духовность, служение в Мешкане и божественное присутствие, которое опускается, там объединило весь народ. А здесь хотели объединить весь народ трепетом, страхом перед руководителем, который является и духовным руководителем, и царем-судьей. Мы можем не говорить еще о царе, но разница как бы небольшая. Повелитель народа, руководитель всего народа. И если бы это было просто делалось ради обогащения или из-за дурного начала, которое толкает человека проявить гордость, гордыню, возвыситься над другими, то и не о чем было бы говорить. Не о чем бы здесь было говорить. Это делалось для того, чтобы объединить народ, так как понимали сыновья Ильи, и мы видим, что они понимали ошибочно. Страхом, наведением страха нельзя объединить народ. Внушая трепет, нельзя заставить почувствовать святость места. Ашмуэль служил перед лицом Бога, юноша, припоясный Ифодом льняным. И накидку небольшую делала мать его. Ифод – это широкий пояс. Он указывает на то, что человек служит в мешкане, хотя для Левита он не был обязательной одеждой. Ифод описывается как обязательная одежда. Особый Ифод – мы не будем сейчас давать подробности. Особый Ифод – это одежда только первосвященника. Здесь Ифод имеется в виду широкий пояс, который указывает на то, что человек находится, так сказать, на должности служит в мешкане, является Левитом. У Левитов были свои пояса, по которым их можно было отличить от когенов. И накидку небольшую делала мать его, и переносила ему из года в год, когда поднималась с мужем своим, чтобы принести ежегодную жертву. Мать делала накидку, одежду, накидку, верхнюю одежду для Шмуэля делала сама, своими руками. Хотя вполне и вполне у нее было недостаточное состояние для того, чтобы купить или заказать такую накидку. Она хотела сделать ее сама, чтобы Шмуэль, одевая ее, чувствовал материнскую любовь. Приходили из года в год, не обязательно один раз в год, приходили несколько раз в год на праздники, естественно, проводили время со Шмуэлем, стараясь передать ему теплоту семьи. И мы понимаем, что Шмуэль рос в обстановке такой напряженной, в обстановке, когда стараются внушить трепет людям перед мешканом, перед когенами, и он совершенно не оказался под влиянием этой обстановки, он совершенно не оказался под влиянием сыновей Или. Он вырос человеком мягким, любящим, чья заслуга? Естественно, заслуга его семьи. И благословил Илькану, и жену его, и говорил, даст тебе Бог потомство от этой женщины вместо сына, одолженного Богу, который был одолжен Богу, и ходили вместо его в раму. Каждый раз, когда Илькана приходила, и Хана приходила, он благословлял их, чтобы у них были еще дети, которые могли бы дать им радость, могли бы скрасить их существование, так как Шмуэль, необычное такое дело, постоянно находился в мешкане самбо раннего возраста. И вспоминал Бога Хани, и она беременела, и родила она троих сыновей, и двух дочерей, и рос юноша Шмуэль с Богом. Дети были им утешением. Безусловно, они тоже были высокодуховными людьми, но такой особой поддержки свыше, такого пророческого дара, который должен был проявиться у Шмуэля, естественно, у этих детей не было. А Элис Тар очень не услышал, он все, что делают его сыновья, всему Израилю, и что они ложатся с женщинами, толпящимися у входа шатер собрания. Кошмар и ужас. Вот Писание заставляет нас содрогнуться, но в то же время мы с вами говорим, что нету текста безустной Торы. И устная Тора говорит, что ни в коем случае Хофни и Пинхас, они не ложились с женщинами, которые приходили в мешкан. Это какое-то совершенно ужасное преступление, уже выпадающее из того, о чем можно говорить вообще. Преступление Хофни и Пинхаса, как говорится в Гемаре, состояло в том, что они не приносили сразу жертвы женщин, которые приходили в мешкан. Женщина, которая родила ребенка, должна была принести мешкан жертву. И она чаще всего приходила с голубями, потому что это было не тяжело. Женщина иногда приходила, и довольно часто приходила одна, без мужа, приходила с голубями, которые приносили жертву за рождение ребенка. Это обязанность каждого человека после рождения прийти в мешкан, после рождения ребенка прийти в мешкан и принести жертву. Женщины делали это. Хофни и Пинхас не торопились принять их жертву и часто оставляли это на следующий день, хотя мы можем представить себе, что так уж много народов будней там не было в мешкане. Они оставляли это дело на следующий день. Женщины должны были ночевать. Условий для того, чтобы ночевать у них не было, никто не предоставлял им дом. Они ночевали в открытом поле, около мешкана. И всякий, кто смотрит, мог бы сказать, мог бы сказать, непонятно, говорили это люди или нет, но он мог бы сказать, что Хофни и Пинхас это делают специально для того, чтобы ложиться с замужними женщинами, которые после рождения ребенка пришли в мешканку. Кошмар и ужас. Опять же, Тора как бы усугубляет, очень строго смотрит на грех праведных людей, а Хофни и Пинхас были праведными людьми. Мы можем представить себе, забегая вперед, что они погибли в сражении, они не оставили Ковчег Завета и не обратились в бегство, как другие сыновья Израиля, считали, что не бросили святыню, и считали, что не подобает им бежать с святыней, и они остались на месте, держа на плечах Ковчег Завета и были убиты филистимлянами. И сопоставляя эти два момента, мы понимаем, что люди, находящиеся на таком духовном уровне, на нижайшем духовном уровне, что они будут фактически насильно, совершать насилие над женщинами, замужними, которые пришли в храм, чтобы принести жертву, и они же погибли в сражении, не может быть. Не может быть. По крайней мере, одно, скажем, может быть, может быть, я даже не знаю, если представить себе, все может быть, но крайне-крайне маловероятно, и духовная высота их свидетельствует о том, что они не совершали то, что как бы им приписывают, но их преступление, пренебрежение людьми было чудовищным. И Тора говорит как бы о вот таком видении со стороны небес, со стороны людей, к чему бы было равно их действие. Вот такому насилию над женщинами, которые пришли в мешкан, хотя они этого не делали, а просто пренебрегали людьми, не заботились о них, не старались создать условия, чтобы люди, пришедшие в мешкан, исполнить свою обязанность, могли где-то пренчевать, остановиться. И сказал им, зачем вы делаете такие дела, что я слышу о ваших делах, дурных этих, от всего народа. В народе стали говорить. Или не то, что он не слышал, может быть, но он сейчас осознал, что происходит, что путь этот совершенно неверный, что он приводит ко многим и многим ошибкам. Не от сыновья не делайте так, и вы нехорош тот слух, который, я слышу, разносит народ Бога. Послушайте, надо заботиться о народе, который приходит в мешкан, надо как-то обеспечить для людей возможность проживания на день, на два, особенно для женщин, для незамужних женщин, они не могут ночевать в поле. Но вот какие-то подобные вещи он стал говорить Ильи Хофни, пытаясь, в принципе, изменить их поведение, что отойти от такого поведения, которое обязательно должно внушать трепет, страх перед ко многими и перед мешканом. Но Ильи говорит, если согрешит человек против человека, то будет судить его суд. А если согрешит человек против Бога, кто будет молиться за него? Или понимает всю ошибочность пути, которые избрали его сыновья, да и он как бы ничего не говорил им, и, может быть, и был согласен с ними до определенного момента. Человек не может восставать против Бога. Он уже видит в их поведении восстание против Бога. А они не послушали голоса Отца их, потому что желал Бог умертвить их. Очень странная посылка, потому что мы знаем, что Всевышний, в пророке Ихискеле, скажем, говорится, что Всевышний не хочет смерти злодея, а только того, чтобы он отошел от своего пути и жил. То есть это нежелание Всевышнего кого-то умертвить, кого-то убить, даже злодея. Всевышний не желает его смерти, он хочет, чтобы он раскаивался. Почему же здесь сказал, что желал Бог умертвить их? Случай очень-очень тяжелый. Случай, который имел последствия на протяжении всей истории сыновей Израиля, так же, в скобках говоря, как и вся эпоха судей, имела отрицательные последствия, которые не исчерпаны до сегодняшнего дня. Так и поведение сыновей Ильи в мешкане. В тот момент они имели далеко идущие последствия. Они не подумали об этом. И поэтому случай такой исключительный. Нет, конечно, Всевышний не желает смерти злодеев, но раскаиваться им очень трудно. Мы с вами знаем, а вот принцип, что преступление облечет за собой преступление, заповедь облечет за собой, заповедь о преступлении облечет за собой преступление. То есть человек может сделать свободный выбор, он всегда может встать на хороший путь, но насколько это ему легко сделать, это зависит от его предыдущего поведения. Иногда человек зашел так далеко, что ему очень, очень и очень трудно сойти с плохой дороги. Что значит сойти с плохой дороги? Прежде всего, увидеть отрицательное значение своего поступка. У него изменилось мировоззрение. И для того, чтобы раскаяться, раскаяться, фактически чудо, переделать себя, родиться заново. Это чудо, нужна помощь свыше. А ему не дается помощь свыше уже. Он зашел слишком далеко для того, чтобы был достоинства помощи свыше. Она ему давалась раньше, он не воспользовался ей. А теперь что? И поэтому создается, поэтому можно сказать, в каком-то смысле, что Бог желает умертвить их, Он не помогает им, не помогает им сойти с их пути. Кроме того, чтобы приносить жертвы, когены в мешкане, должны были бы помогать людям проникнуть в тайны Торы, стараться возвысить их духовно. Ничего этого хофф не пинхас не делали, они только, грубо говоря, старались напустить на людей страх. А юноша Шмуэль подрастал и рос, и хорош он был и с Богом, и с людьми. Противоставление Шмуэль призван исправить вот это совершенно неверное представление о мире, о взаимоотношении Бога с человеком, об обязанностях человека по отношению к Богу. Он похож, как мы с вами говорили, Шмуэль на первосвященника Аарона, который хорош и перед Богом, и хорош и с Богом, и хорош с людьми, и старается установить мир между небесами и землей. И пришел человек с сильного к Эли и сказал ему, так сказал Бог, «Разве не открывался я, раскрывался дом у отца твоего, когда они были в Египте, слугами дома фараона?» О, Всевышний напоминает Ильи через человека всесильного, и человек всесильный – это никто иной по комментарию, как Эль-Кана. Его посылают в небеса к Ильи для того, чтобы увещевать его, для того, чтобы постараться заставить его отойти, или, скажем, скорее, заставить своих сыновей отойти, оставить этот путь. И Всевышний напоминает о том, что они происходят от Аарона, который еще в земле Египта поддерживал сыновей Израиля. Аарон старался поддержать их, рассказать им о будущем избавлении, вселить надежду, а не запугивать. И выбрал его из всех колен Израиля, чтобы служить мне. Аарон, как пророк, был выбран первосвященником, вот, подниматься на жертвенник, и отдал я дому отца твоего все жертвы, сыновей Израиля, сжигаемые на огне. Жертвы принадлежат все Всевышнему. Но он как бы часть их отдает когенам, чтобы у них всегда было пропитание. Но, на самом деле, не только для этого, а для того, чтобы еда, жертв, она возвышала весь народ, как исполнение великой заповеди. Но это должно делаться с правильными намерениями, с высокими намерениями. «Почему вы пинаете ногами жертву мою?» звучит, звучат ряд упреков со стороны Всевышнего Ильи и его сыновьям. Поэтому, говорит Бог всесильный Израиля, «Сказал я, говоря, дом твой, дом отца твоего, будут ходить предо мной вечно». А теперь, говорит Бог, не подобает... То есть Аарону было сказано, что когенство, которое ему дается, это навечно. А теперь, говорит Бог, не подобает мне поступать несправедливо. Поэтому уважающие меня окажу уважение, опозоривающие меня будут посрамлены. Всевышний идет с человеком тем путем, который идет человек с ним. И уважающего он уважает, а осквеняющего имя он позорит. «Вот приходят дни, и я подрежу мышцу твою, и мышцу дома отца твоего» звучит целый ряд предупреждений в этом пророчестве, предсказаний уже, потому что исправить что-то трудно. Всевышний предсказывает те беды через пророка, через Элькана, предсказывает те беды, которые придут на дом Илии. «И вот тебе знак, который придет через двух твоих сыновей, через Хофни и Пинхаса. В один день умрут они оба». Мы сказали, что Хофни и Пинхас погибли на войне. И вот знак, что на все... Вот здесь нам нужно взять это предложение. «И никогда не отсеку у тебя от жертвенника моего, чтобы извести зависть у глаза твои и омрачить душу твою». То есть, «Я не отстраняю твоих потомков от служения в храме, но они никогда не будут первосвященниками, не будут играть важную роль. И все, кто умножаются в доме твоем, умрут мужчинами, а не стариками, у всех потомков Хофни и Пинхаса было отнято долголетие на все поколения. Мы знаем, что еще мудрецы Талмуда в 4 веке, рабы и абаи, они происходили из рода Или, вели свою руководство от Хофни и Пинхаса, и они знали, что они должны прилагать огромные усилия для того, чтобы не умереть в молодом возрасте. Они полностью изучали себя, полностью посвящались изучению Тора и добрым делам, потому что, не только потому, что это должен делать человек, но они как бы, если так можно сказать, особо старались, так что знали, что над ними еще в 4 веке висит угроза, проклятие дома Или. Тут можно спросить, ну как же, дети же не отвечают за дела отцов. Это исключительный случай. Исключительный случай, мы знаем только два таких случая. Это потомки Адама и потомки Или, или потомки в Хофни и Пинхаса. Если Адам совершил нечто, что изменило весь мир в отрицательную сторону, на все поколения, то и Хофни и Пинхас совершили нечто, что изменило мир в отрицательную сторону. Они в тот момент, когда сыновья Израиля могли объединиться вокруг мешканов, в тот момент, когда могло спуститься божественное присутствие, и вся история могла пойти по другому пути, они оттолкнули Всевышнего, оттолкнули народ, разорвали связь между ними, и значение этого поступка ощущается в какой-то степени, так же, как, скажем, грех Золотого Тельца, так же, как и отказ сыновья Израиля войти в землю ощущается на всех поколениях, так же и поступок Хофни и Пинхаса, его отрицательное влияние ощущается во всех поколениях, и поэтому до конца, как бы, времен или до конца обычной истории наказаны сыновья Хофни и Пинхаса, потомки Хофни и Пинхаса. И вот тебе знак, который придет через двух твоих сыновей, они оба погибнут в один день, тогда ты узнаешь, что на все поколения распространяется то проклятие, которое дал Всевышний, не будет у них долголетия, 18 лет будут умирать твои потомки Хофни и Пинхаса. «И поставлю Когена преданного, который будет мне по сердцу, возьму из другого рода Когена и поставлю его, и будет всякий, оставшийся в доме твоем, придет поклониться ему, прося об агоре, и они будут Когенами, и они будут бедными, твои потомки, они будут просить первосвященника, чтобы он дал служить и дал служить им в храме для того, чтобы у них было пропитанием». Здесь мы с вами остановимся, и я остановлю Шер, и, пожалуйста, если есть что-то спросить, то я постараюсь ответить. Вот, я вижу вас, ваши замечательные лица, вот, и жду ваших вопросов. Розеев, вопрос тоже такой. Не поминается совершенно мать этих сыновей, жена Эли, Эли не поминается совершенно. Или она вообще не нужна, видимо, в этой конве совершенно, да? Я не помню, упоминается ли ее имя в Медрошах, я могу проверить, но она здесь не упоминается. Видимо, ее влияние на сыновей было близким к нулю. В основном, это было влияние Эли, так можно представить себе. Есть мнение, что они не приносили жертвы очистительные в день прихода, а откладывали на следующий день. Это мы сказали, относится в основном к женщинам. Но если наказано потомство Адама, значит, мы все. Ну, конечно, значит, Адам был бессмертен по своей природе, а мы бы своей природе смертны до будущих времен, когда мир не произойдет исправления, мир не вернется к тому состоянию, которым был Адам до греха. Что-то хочется спросить, пожалуйста. Да, Равзеев, можно такой вопрос? Я пробую сопоставить поведение Хофни и Пинхаса с Эзрой и Нехемией вот по возвращении из Вавилонского плена. Насколько я помню, Нехемия тоже практиковала такой более благожелательный к людям подход, в то время как Эзра буквально дергал за бороды мужчин, чтобы вернуть их к исполнению заповедей. И вот в том случае как раз-таки вот такой жесткий подход сработал. А здесь получается такой жесткий подход с новей Ильи не совсем оказался уместным. Вот что-то можете сказать? Да, я могу постараться сказать, во-первых, скорее наоборот. Про Эзра рыбал волосы на себе, а Нехемия рыбал волосы на других. И Эзра, как вы правильно заметили, он был из Кагенов. И значение Кагенов при возвращении из Вавилона было огромным. Они взяли на себя как бы ведущую роль. И опять же, Эзра из потомков Кагенов. И смотрите, когда речь, скажем, главное, это общий подход. Эзра это учитель. Эзра и Нехемия, как мы видим, они занимаются не только вопросами храма, они занимаются вопросами общества. В какой-то момент складывается такая ситуация, что, как говорят растет различие между бедными и богатыми, уравняет, я на иврите пытаюсь перевести на русский, не могу подавать слово, увеличивается разница между бедными и богатыми. Есть прослойки богатых, которые воспользовались ситуацией, дают деньги в долг, и люди все больше и больше беднеют. В какой-то момент Эзра и Нехемия встали и отменили все долги, просто как решением правителей, и у них есть такая возможность у правителей, которые исполняют роль царя, отменили все долги для того, чтобы не было вот этой несправедливости. Те, кто были чуть богаче, они собрали все богатство вокруг себя, а те, кто были бедные, обеднели совсем. Так что Эзра и Нехемия совсем не похожи на Ильи, на Хофни и Пинхаса, которые старались навести такой страх. Невозможно управлять страной, не проявляя никакой, скажем, никакой жесткости. Это совершенно невозможно. И они не в храме управляют по принципу жесткости, они управляют страной. Да и то жесткость их она весьма и весьма относительна. Если мы помним, то инициатива о том, чтобы изгнать изгнать жен и видно, что это не такое большое число жен, которые не присоединились к кивейскому народу, даже если они приняли гьюр, они остались такими, какими они были и они воспитывают своих детей традиции и долгов поклонства. И для того, чтобы пресечь эту тенденцию, чтобы не брали подобных жен, чтобы как бы формально не окунали их в микву, и потом они оставались совершенно привязаны к своему народу и соблюдали обычаи долг поклонников, чтобы прекратить эту тенденцию, предложили развестись, убеждали людей, они развелись с этими женами и отправили их обратно по дамам вместе с детьми, в которых заложили основы идолопоклонства, веру выдолов. Это то, что произошло. Мы говорим о храме, а Эзра и Нехемия это государственные деятели, и понятно, что Эзра и Нехемия, особенно Эзра, заботился о том, чтобы возвысить народ, возвысить народ духовно научить его Торе, дать ему заново дать Тору, а не ходил и не тыкал вилкой в котлы людей. То есть совершенно, совершенно не похоже, если мы вчитаемся, здесь мы возьмем один эпизод, когда изгоняет Джон, его нужно рассмотреть, но даже если сказать, что это мера жесткая, то это мера государственная, а не мера, которая проявляется в храме. Нужно сказать, что история с сыновьями Хофни и Пинхаса произвела такое впечатление на Когенов, что они как бы до смерти боялись этого проклятия, в том смысле, те, кто не были из рода Хофни и Пинхаса, до смерти боялись этого проклятия, чтобы не сделать чего-нибудь такого, что толкнет людей от храма, чтобы не сделать чего-нибудь такого, чтобы вынудил их давать приношения в храм, даже обязательные приношения. Ни в коем случае. Служение в храме должно было быть только добровольно, и Когены выучили из этого добровольно, с любовью, не из трепета. Это люди, пускай сами чувствуют трепет, пускай они учатся, чувствуют трепет перед храмом, а Когены в основном прививали любовь к храму. Это то, что было на протяжении всей истории. Очень хорошо, что вы привели сравнение, но как бы ситуация совершенно-совершенно другая. Можно вопрос? Да, пожалуйста. Смотрите, я как бы не понимаю, вот неужели не было других способов у них укрепить власть, кроме как тыкать вилкой в мясо? Странный способ. Почему именно так? Это какой-то символ? Можно воспринимать, можно воспринимать, что это можно воспринимать, что это образ некоторый, да, вот. Можно воспринимать, что это образ, что они приходили и требовали мясо, и это часть... Странный способ, ну, как бы ходить по домам и дать тебе кусочек мяска. Нет, дело не в этом. Мы понимаем, что это не кусочек мяса и не по домам. Может, это какой-то символ? Может, что-то тут они этим хотели сказать? По-моему, здесь довольно все как бы прозрачно, да, то есть понятно, что Тора не может описать и никогда не описывает все детали того, что делалось. Берется некоторый образ. Возможно, это возможно. Это было и буквально, а возможно и не было буквально. Мне трудно восстановить это, потому что нету никаких комментариев, которые бы говорили, что это не было буквально. Возможно, был такой момент, что люди варили мясо, подходил Каген, тыкал вилку, и все, что зацепит, втыкал вилку в котел, и все, что зацепит его вилку, он забирал в себе и говорил, что это принадлежит нам. Мы позже принесем сами. Он говорил, нет, только так. Так что это тот порядок, который у нас существует. Вот вы здесь не что, а Каген и все. По-моему, очень довольно ясно. Что-то еще хочется спросить. Смотрим, говорит ли приведенный вам пример о страхе Кагенов перед проклятием, о причине того, что иудеи не занимаются миссионерством, никогда не... Я не думаю, что нам уже следует идти так далеко. Это как бы общий принцип, Тору никому не навязывают и никого насильно Тори не обучают. Никого насильно Тори не учают. Человекам нужно говорить на том языке, который он понимает. Если человек не понимает, зачем идти навязываться к нему и вдалбливать ему что-то в голову, если он не понимает элементарных вещей. С другой стороны, если человек приходит и спрашивает, есть обязанность разъяснить ему. Так что я не думаю, что как бы эти моменты напрямую связаны. выявление Шмуэля на сыновей. Оно каким-то где-то просматривает? Шмуэля на сыновей. Шмуэля на сыновей. Это вопрос хороший. Это вопрос очень хороший. Вот влиял ли Шмуэль на сыновей? Мы видим, как бы из текста видим, что нет. и можем догадываться почему. Как есть ситуация говорить, как есть обязанность говорить, убеждать, так есть обязанность помолчать. Это когда есть обязанность убеждать, когда тебя услышат. А когда есть обязанность помолчать, когда тебя не услышат, мы представляем, что Шмуэль был намного младше, его положение в храме было, в мешкании было никаким. Он был левит, служитель храма, который по своему статусу ниже когенов, он моложе, и Хофни и Пинхас опираются на авторитет отца, который, по всей видимости, в какой-то степени, может быть, он не знал все, что происходит, но в какой-то степени он был солидарен с ними. Мы видим с вами, что Ильи в самом начале сидит в мешкане и внимательно рассматривает всех, кто входит в мешкан, чтобы человек не сделал что-то не то, чтобы он не был в состоянии опьянения, чтобы он молился, как положено, чтобы он не вел себя, как, скажем, экзальтированный человек. Если что, он ему грозно скажет, и грозно на него прикрикнет, то есть мы видим ту же самую позицию, да, следить за порядком, жестким. В конце концов, можно не заметить, если кто-то выпил, это его дело, будет принято его молитва Всевышнему или не будет принято, если он ведет себя тихо и нормально и не мешает другим. И можно и не заметить, скажем, и не сказать ему ничего, чтобы не оттолкнуть его от храма постепенно, как бы человек научится и поймет, что нельзя по себе нам приходить в храм, можно было взять такую позицию. Но мы видим Ильи, который сидит у косяков дверей и четко следит, строго следит за тем, что в храме поддерживается порядок. Мы чувствуем, что у него та же самая позиция, так же он воспитал и своих сыновей, что сыновья Израиля не понимают, что такое святость, они не понимают, что такое мешкан, они его забросили. И сейчас они будут приходить сюда толпой, веселиться, устраивать праздник, это все будет похоже на служение Золотому Тельцу. Нет, здесь прежде всего должен быть строгий порядок и трепет перед мешканами, перед кохенами. Это позиция самого Ильи. Сыновья, наверное, делали многое из того, что ему как бы не было известно или не было понятно вся, скажем, все отрицательное влияние поступков сыновей. Все это может быть, и мы понимаем, что Шмуэль в такой ситуации, он не мог оказать никакого влияния. Он молчал, молчал и учился у Ильи, брал у него все то, что у него можно взять, огромное великое учение, которое должно было приблизить его к пророчеству, а повлиять он, видимо, не мог. До того, как он стал пророком, до того, как ему было дано пророчество, как мы увидим в следующей главе, да, то, ну, грубо говоря, ему можно было сказать, ты кто такой, да, почему ты тут устанавливаешь свои, устанавливаешь свои порядки, да. Честно говоря, есть Медраж, который говорит, что когда только Шмуэля привели, он попробовал повлиять на Ильи, ему было два года, но он был уже разумным, развитым человеком, он попытался что-то сказать, но это возымело отрицательное действие, типа, да, что вот такого, ты кто такой, почему ты говоришь великому учителю, почему ты указываешь на, на недостатки, на недостатки порядка, который здесь установлен, да, то есть его сразу осекли, прервали, вот, и, видимо, он это запомнил на всю жизнь, окей, то есть пока он не стал пророком, он не, не обращался к Ильи больше, только один раз, когда его привели в мешках, окей, хорошо, что-то есть еще спросить? Хорошо. Если нет вопросов, я пожелаю всем хорошего праздника Песоха, хотелось бы, конечно, заняться и законами Песоха, но невозможно все сразу, присоединяйтесь к завтрашним нашим занятиям, может быть, мы обсудим что-то интересное из пасхального вечера, из пасхальной годы, 8 часов, напоминаю, Натан, мы закончили, по-моему, с большим успехом, если я не ошибаюсь. Окей, да, я тоже так считаю.